Ребята, здорово! Я тут залетел в Декатлон, по своей традиции, проверить, что появилось новенького. И еще в карантин, когда я мог только вот так через стекла смотреть, я заметил там BMX. BMX в Декатлоне – это что-то с чем-то. Я знаю, что они часть велосипедов делают в России на производственных мощностях одного из заводов, которые здесь делают продукцию. То есть, как минимум, рама, вилка, руль и, скорее всего, обода, и не только сделаны в России. И это было суперинтересно, тем более у Декатлона на витрине прямо висит баннер, где написано «Мы гордимся производством в России, разработанное в Европе, сделанное в России». Это офигенно круто звучит, черт побери. И я, как чувак, который тоже пытается и пилит что-то в России, я проникся, так сказать, любопытством и интересом. Вообще, велосипеды в Декатлоне, в общем, в целом-то нормальные, даже за те цены, по которым они там продаются, они вполне себе ничего. Это контринники, там какие-то прогулочные, складники. Но BMX, ну неужели люди смогли сделать российский хороший BMX? Я пошел проверять. В общем, карантин спал, Декатлон открылся, я притопал туда на своих двоих с телефоном и абсолютно беспалево поснимал этот велосипед для вас. Велосипеды называются Between Vibe и Vibe 100, 100 Vibe и 520 Vibe. Вот так они называются. Я на велосипедах видел только в разном стиле написанное слово Vibe. Я видел, что велосипедов два, это две модели, но я вот в упор не смог без сайта разобраться, в чем их разница. Но на велосипедах очень гордо висела плашка, пожизненная гарантия на раму, вилку, руль и вынос руля. Да, это вау, круто звучит. Ну, я думаю, что вы понимаете, что предлагая пожизненную гарантию, на самом деле это маркетинговый ход. Я сам предлагаю пожизненную гарантию на наши рамы. Но я довольно-таки серьезно работал над тем, чтобы быть уверенным в том, что они не будут трещать и разваливаться раз в год. Ну, как бы я понимаю, для кого я эти рамы делаю и как их будут эксплуатировать. Ну и другие запчасти. Кстати, мы, возможно, дадим пожизненную гарантию еще и на рули. Уверены ли чуваки из Decathlon и из бренда Between, что они делают то, что действительно выдержит такое катание, на котором будет пожизненная гарантия? Мне кажется, что это в большей степени маркетинговый ход, потому что на этих велосипедах кататься невозможно. Единственное, как можно добиться активации пожизненной гарантии на этих велосипедах, это покататься на них специально, как вот мы катались на AliExpress велосипедах. То есть взять кучку прорайдеров, просто поиграть в байк. Тогда, я уверен, велосипед скорее всего разлетится. Либо нужно делать краш-тест. В противном случае вряд ли удастся довести велосипед до такого состояния, что он потребуется пожизненной гарантии, потому что на нем нереально кататься. Вы просто посмотрите на расстояние между задним колесом и подсидельной трубой. У меня туда рука пролезает. Это очень длинные перья. Информации о геометрии нет. Вот давайте я сейчас пройду к веб-сайту, открою велосипед. И, кстати, по ценам, да, вайп 100 стоит 14 тысяч, а вайп 520 стоит 17. Это цены, приближающиеся к ценам на обычные велосипеды. Я все проматываю, пытаюсь найти геометрию, геометрии не вижу. Ну, либо я слепой, ребят, если я слепой, вы мне скажите. Но я геометрию не вижу. Я, глядя на этот велосипед, ну, вы же видите, да, какие швы странные. Вообще, как он странно выглядит, неканонично. Он сварен не так, как обычно варит BMX. Это не аргонодуговая сварка, это полуавтомат. И раз он сделан в России, то это линия на полуавтомате. Та линия, которая используется для сварки вот этих всех прогулочных велосипедов низшего ценового сегмента. То есть это сварная труба хайтеновая, это толстая стенка, и велосипед весит 13,5. Это пипец вообще какой вес. Наши велосипеды с Алика столько много не весили. По-моему, только Морган весил плюс-минус столько же, но он был на литье, ребят, на литье. И перья у Моргана были, к слову сказать, еще длиннее. Короче, это очень странно, это дико. И люди, которые решили сделать BMX, вообще ничего не понимают в BMX. И я вот в это реально въехать не могу. Зачем суваться? Зачем просто пытаться занять нишу? Ведь когда они делали контрильники, они делают контрильники прогулочные, все, там-то нету ляпов, там все нормально. Ну как же так можно-то было? Как можно было сделать велосипед настолько плохим? У него не заведены перья. У него они невероятно длинные, просто колоссальные. Да на дропал это посмотрите. Ну это к какого вообще велосипеда относятся? У него нету косынок. У него не интегрированная рулевая. Это вообще, ну что это такое? На алиэкспрессовских велосипедах интегрированные рулевые стоят. У нас в магазине мы можем подойти к BMX-у Хорст за 20 тысяч рублей. Там будет интегрированная рулевая колонка. Там будет каретка на промах, там будут шатуны нормальные. Там будут колеса на промах, двойные обода, трендовая широкая резина. А тут посмотрите какая резина. Она разноцветная, да, но она даже стыд неправильно. То влево, то вправо на правый протектор. То есть чуваки, которые собирают вообще в BMX-ах, ну вообще ничего не понимают. И при этом ценник-то не на дне. Это не 10 тысяч, не 8 тысяч. Это 14 или сколько там? Сколько они там стоят, я уже забыл. Они не дешевые. Великие не дешевые. 14 и 17 тысяч. Вот дешевый велосипед за 14 тысяч, это просто позор какой-то. Да, на нем пожизненная гарантия, но серьезно. Вилку, я думаю, мы ушатаем. Очень легко просто фейки учить. Ну или он один раз вылетит и об стену случайно ударится. И точный вилке конец. И я думаю, руль, скорее всего, тоже либо от падения велосипеда сломается, либо от того, что он на прыжках погнется. Я не уверен, но я думаю так. Что касается рамы, ну тут, конечно, надо кататься. А кататься на этом велосипеде невозможно, потому что геометрия просто ущербная. Просто ущерб. Вынос, да. Вынос вы не сломаете. Там нечем ломаться. Он толстый и с запасом сделан. Шатуны кочерга, педали отстой, педали на маленьких резьбах. Соответственно, воткнуть сюда нормальный педаль не получится без замены штунов. Юса-каретка. На младшей модели нет гироротора. На старшей модели он есть. Тормоза V-брейки. V-брейки на BMX тоже довольно странно это видеть. Что тут еще на нем есть? На нем есть, это не защита цепи, ребят. Не обольщайтесь. Это просто спасение штанов от заживания в цепь. Типа такое вот. Вот, что больше похоже на детский велосипед не BMX, а не на BMX. Закос под Кори Мартинес Гриппс из прошлого и все. То есть низший велосипед вообще ничего из себя не представляет. Комбо сидение на нем нормальное стоит, да. Но это реально. Люди же наверняка, когда настраивали линию по производству этих велосипедов, они наверняка равнялись на Китай 100%. И равняясь на Китай, неужели они не могли навеску хотя бы нормальную подобрать? Там же втулки сборные. Это вот эти вот самые ущербные втулки, которые к BMX просто нельзя никак ставить. Кочерга сборной втулки. Все то, что нельзя ставить на велосипеде. Да, пожизненная гарантия на раму, вилку, вынос руля и руль. Простота обучения, геометрия для игрового катания, широкие алюминиевые ободья. Ширина 20 на 2,1. Вау, вот это широкие алюминиевые ободья. 2,1, ребята. На каком велосипеде сейчас 2,1 считается широко? Вес 13,5. Преимущество. Легкость использования. Несжатая рубашка 720 градусов вместо ротора. Кто вот это поймет? Я вот пойму, что тут написано. А вы? Вы поймете, что такое несжатая рубашка 720 вместо ротора? Это значит, что запас по длине рубашки такой, что можно два раза закрутить, и при этом при всем у нее оплетка такая, которая позволит тормозу после этого работать. Прочность, стальная рама, вилка, руль, вынос, руля с наушниками, усиленные рукоятки. Что такое вынос руля с наушниками? Напишите ваше предположение в комментарии, ребзя. Вынос руля с наушниками. Состав велосипеда. О, тут комментарий написан. Первый же. Во-первых, у рамы этого велосипеда нет косынок, что приведет к отрыву стакана. Во-вторых, здесь используется V-brake, а не U-brake. В-третьих, здесь используется звезда 39 Zoom Bob. Значит, райдер не сможет съезжать в квотер. Такое чувство, будто это я написал, но это не я писал. Сзади, кстати, трещотка стоит ущербная, ущербная, ущербная. Кстати, тут есть ответ от Докатлона. Добрый день, Андрей. Спасибо большое за отзыв. На данный момент наша линейка предназначена для начинающих, и она не идеальна. Будущие модели будут дорабатываться. Ваши отзывы помогут нам стать лучше. Надеюсь, что мой видеоотзыв поможет вам стать лучше. Продолжение следует... Тут написано, что велосипед не для интенсивного катания в скейтпарке в стиле дёрг 90 кг максимум. Вес. Шасси 100% сталь. Тормоза. Новшество. Несжатое. Более длинная рубашка, которая запознает порачивать руль на два оборота при сохранении силы торможения. Вау! Биометрия для игрового катания для детей 8-14 лет. До 160 см. Позволяет легко выполнять прыжки, повороты, скольжения. Виспрез готовый из высоколигированной стали. Ребята, высоколигированная сталь, а то даже не хромоз 4130. Хромоз 4130 это просто легированная сталь. А высоколигированная сталь не применяется в велосипедостроении, потому что это нецелесообразно с экономической точки зрения. Здесь используется хайтен, тем более сварные трубы. Самая дешёвая сталь. Усиленный дропаут 6 мм, педальный механизм большого диаметра. Все элементы велосипеда обеспечивают ударопрочность и длительность эксплуатации. Рама изготовлена из хайтен, основного, в скобочках, благодаря прочности материала в производстве велосипеда. Передний дропаут 5 мм для большей устойчивости к ударным нагрузкам, без подвески для лучшей манёвренности и снижения веса. Ребята, я устану просто фейспалмить. Трансмиссия моноблочная, конструкция звёздочек, двоеточие, сверхпрочная. Новая рукоятка 160 мм в длину, эргономичная, подходит для юных велосипедистов. Новая конструкция передней шестерни из 39 зубьев, цепь КМЦ, непревзойдённая прочность. Зубчатая передача 39 на 16, короткая трансмиссия, чтобы способствовать ускорениям и новым наборам скорости. Стальной усиленной руха и тонь шириной 620 мм придает прочности, точность и устойчивость. Велосипед BMX высотой 1500 мм. Единственный детский велосипед, который позволяет держать спину прямой во время кручения педалей в сидячем положении. Господи, о чём они вообще пишут? BMX велосипеду не нужно вообще пытаться добиться какого-либо удобства в сидячем положении. Он для трюков. Трюки делаются из положения стой на параллельных шатунах. Господи, бля. Есть детский велосипед, есть BMX. Нельзя позиционировать BMX как детский велосипед и одновременно как BMX. Вынос. Мне нравится игровое катание. Игровое катание это вообще что-то с чем-то, ребят. Ролевые игры. Ролевые. Ты в каком стиле катаешься? Я в игровом. А ты жалкий стритер. Вынос нормальный. Но вот чуши написали по нему целую кучу. Ролевая колонка, рифленые рукояти, 140 мм. Без мягкого на ощупь материала придают несравнимый комфорт. То они тут писали 160 мм, тут 140. Торцы руля усилены, чтобы они не повредились при трении о землю. В скобочках недорогая изнашиваемая деталь, которую легко заменить. Это не об арендах, я так понимаю. Колеса широкие, алюминиевые ободи, обеспечивают прочность и легкость. Кстати, я не знаю, двойные они или одинарные, не написано. Шины широкие, 20 на 2,1, гарантируют отличное сцепление, обеспечивают хорошую ароматизацию при приземлении во время прыжков. Их профилированная форма хорошо подходит для катания по городу, а также по пустошам. Сука. Что такое пустоши? Ты куда, Лена Бэмми, кататься в пустоши? Какую-то компьютерную игру напоминает нам. Педали. Изысканная форма. Педали придет им легкость и стильность. Стайлиш. Для лучшей устойчивости стопы они сделаны чуть более широкими. Выступы на поверхностях повышают сцепление, снижая риск получения ран. Блядь. Мы оставили наш выбор на педалях из композитных материалов, отказавшихся от алюминия, так как они обеспечивают лучшее сцепление в дождливую погоду. Размер стальной оси специально рассчитан для велосипедов BMX. Они рассчитаны для самых дешевых штонов кочерга, которые вы сюда и поставили. Короче, самый дешевый велосипед это полный провал и позор. Газор позор, Фил. Смотрим 520 вайп. Я визуально не смог их различить. Ну, то есть я видел, что есть разница в графике, но разницу визуально найти не смог в деталюках. Давайте полистаем фотокарточки. Перья тут по-прежнему не заведены. И, кстати, ребят, обратите внимание на пеги. Здесь есть пеги в комплекте и двойная гайка на осях. И знаете, зачем она нужна? Я когда впервые такое увидел, я вообще не въехал. Что за бред? Я думал, дают запасные гайки для криворуких. Но нет. Там в пеге зачем-то есть углубление. То есть пега надевается на гайку, которую уже установлено на втулке. И второй гайкой вы ее фиксируете. Зачем? 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 Ведь так же гораздо проще погнуть ось. Испортить велосипед. Больше лишнего веса и так далее. Я думаю, с пегами этот велосипед вообще неподъемный. Ну что, задняя втулка точно так же сборная, дропауты. Просто они, я не знаю, кем они придуманы. Они, кстати, не лазером вырезаны, они штампованы. Вот тут пацаны пришли, с которыми мы ломали Морган, Фриман. У нас есть очередной. Давай снимать эту вживую. Здорово, Костя. Здорово. Ребята, у нас, кажется, есть в будущем новый велосипед, на который мы можем снять жесть. Велосипед из Декатлона. Я просто... В Ашане нет БМХ-ов. Ну что, посмотрим дорогую модель. Внешне вообще никаких отличий нет, кроме наличия жироротора. Но он, собственно, в технической информации указан. Это, я так понимаю, наушники на руль, которые они имели в виду, гироротор. Так, втулки. Четыре пеги позволяют поставляться вместе с великом. Их можно очень быстро устанавливать на передние или задние колеса. Пеги позволят выполнять еще больше трюков. А также на них можно поставить ноги. Ну, вы поняли, что тут за пеги стоят. Повторяться не будем. Рама. Геометрия по-прежнему для игрового катания. Идеально подходит для 160, от 130 до 160. Ну, то есть, ростовок, ничего у нас нет, ничего непонятного. Отскок перья, какой-то номер, углы вообще. Зачем? Зачем это надо? Весипед изготовлен из высоколигированной стали. Основного, благодаря прочности, материал в производстве велосипедов. Усиленный дарапаут 6 мм. Педальный механизм большого диаметра. Все элементы велосипеда обеспечивают ударопрочность и длительность эксплуатации. Жесткая вилка изготовлена из стали хайтен. Материал. Так, так, все это уже было. Без подвески. Трансмиссия, моноблочная конструкция звездочек, двойная, сверхпрочная. Это кочерга, ребят, вот они пишут про сверхпрочные, монолитная конструкция, это кочерга называется. Все вы знаете, насколько она сверхпрочная. По рулю никаких комментариев. Вынос руля точно такой же, рулевая колонка такая же, тормоза такие же. Колеса такие же. Широкие покрышки 2,1. Изысканная форма педалей. 13,5 вес. Тут подписано без спек. Без спек 13,5 состав шасси 100% сталь. И что? Вот реально очень странно. Непонятно, из чего он сделан, какая у него геометрия. Но при этом нам гарантируется пожизненная гарантия на такое огромное количество компонентов. Отличие модели за 17 от модели за 14 я нашел только в жаророторе. Если вы увидели какое-то другое отличие, напишите в комментах. И давайте мы с вами сделаем следующее. Действительно же не только алиэкспресс вес спеда ломать, правильно? Тем более тут пожизненная гарантия, надо проверить, работает она или нет. Вы понимаете, к чему я клоню. Давайте сделаем так. Набираем 5000 лайков, я покупаю велосипед за 14, и мы на нем катаемся. Набираем 10 тысяч лайков, я покупаю велосипед за 17, и мы его тоже раз. И проверяем, работает ли гарантия. Все, ребята, действие, так сказать, вы знаете, какое надо сделать. Увидимся. А если хотите нормальные велосипеды для нормального катания, по ссылке в описании еще и со скидкой 10% по моему промокоду. Все, пока.